Здравствуйте, мои дорогие ребятки! Все вы такие красивые сегодня! Все такие веселые! Вам, наверное, тепло? Вы, наверное, пообедали? Вы сытые? Да! А давайте посмотрим в окно. У нас сейчас какое время года? Зима! Зима, правильно! А зимой кому плохо? Птичкам! Животным! Птичкам, да? Правильно, молодцы! Птичкам очень холодно. Но птички улетают, как вы думаете, от холода? От голода! От голода! От голода! Все верно! И мы сегодня с вами птичкам будем помогать. Мы сегодня будем с вами для них делать эко-кормушки. Вот так я начинаю свое занятие с детьми. А сейчас здравствуйте, уважаемые коллеги, жюри. Меня зовут Эльвира Ванситовна. Я вам буду сегодня представлять мастер-класс эко-кормушки. Итак, давайте начнем. Дорогие ребята, сегодня у нас с вами будет занятие, как я сказала, эко-кормушки. Для этого нам нужно разбиться, будет у нас в виде квеста. То есть я вам задаю вопросы, вы на них отвечаете и получаете за них приз. Вам сейчас нужно поделиться на две команды. Как решаете поделиться? Давайте. Вот так вам, да, удобно? Хорошо. Отлично. На команду мы поделились. Умнички. Молодцы. Теперь, давайте, как настоящие команды, нам что нужно сделать? Назовем. Конечно. Как корабль назовем, так он и поплывет. Давайте придумываем себе название команды. Быстро, прям задорно, все вместе. Как вам удобно. Вот у вас есть, вот у вас есть пейджики, на которые вы напишите свою команду. Давайте. Ой, такие молодцы. Красиво. Красиво. Готов? Все, мы готовы. Отлично, здорово. Так, давайте, давайте. Кто первый уже написал, кто первый и сделал, значит, это будет первая команда, это вторая команда. Молодцы. Так, давайте озвучим теперь свои команды. Озвучиваем. Первая команда. Здорово, молодцы. Давайте поклопаем. Здорово, классно. Теперь вторая команда. Вкусняшки для птички. Вау, супер, вы молодцы, здорово. Давайте поклопаем второй команде. Ну, как у всех команд, что мы должны сделать? Наверное, придумать девиз, да? Давайте придумаем с вами девиз. Какой-нибудь такой прям, ух, емкий. Денис Аликович. Давайте, мозговой штурм начинается у вас. Давайте, давайте. Денис Аликович, может, это будет? Нет. У нас команды. Вы же должны вместе сказать. Птичка. Так, давайте, давайте. Молодцы. Так, идёт мозговой штурм, всё нормально. Ну, так. Вторая команда у нас готова. Давайте. Дружно, хором, вместе с Задором. Все что, вместе? Конечно. А как ещё, а команда, как ещё у нас говорят? Давайте. Давайте. На счёт три. Я считаю, вы говорите. Раз, два, три. Накормим птичек, да? Да. Да, да, да. Вау, классно, супер. Давайте поклопаем друг друга. Молодцы. Теперь давайте вторая команда. А мы тоже. Тоже на три. Раз, два, три. Поможем птичкам. Молодцы, отлично. Все мы такие помощники. И будем мы им помогать. Ну что, начинаем? Давайте. Теперь внимание на экран. Так, я вам раздам карточки. Вы по этим карточкам, я зачитываю вопрос. Какие птицы зимуют в Ашкантастане? И перечисляем. Ивол, да, синица, ласточка, дятел, воробей, голов, снеги, сорока, кратч, стриж, скворец, трос. Можете просто подчеркнуть перелетных птиц. Можете подчеркнуть зимущий. Можете наверху поставить П, перелетный, З, зимущий. Как вам угодно. Давайте думаем. Потом будем проверять ваши ответы. Не забывайте, за это вы будете получать приз. Ну, посмотрим, посмотрим, как вы будете себя вести. Посмотрим. Так, давайте тогда думаем, думаем, каких птиц мы видим зимой на улицах наших. Постоянно на деревьях сидят. Синица. Синица. Так, ну что, проверяем? Да, да. Смотрим на экран. Проверяем зимующих птиц. Это синица, все мы ее прекрасно знаем. Дятел, тоже знаем. Воробей, обязательно с нами. Голубь, оседлая наша птица городская. Снеги, которая прилетает к нам, к людям уже под конец зимы, когда заканчивается корм в лесах. И сорока. Мазорока остается с нами. Обращайте внимание, очень часто сидят они на деревьях, на верхушках. Теперь смотрим перелетных птиц. Конечно же, это иволка. Это ласточки. Грач, стриж, скворец и дрозд. Так, все, молодцы. Все справились с заданием? Все справились. Умнички. И сейчас я вам раздаю первый ингредиент нашего мастер-класса. Так, их давайте, пожалуйста. Все, здорово, молодцы. Так, смотрим теперь следующий вопрос. Я вам также раздаю карточки. Ставите плюс, либо минус. Так, чем можно подкармливать птиц зимой? Ржаным свежим хлебом, нежаренными семенами подзолнечника, соленым салом, овсяными хлопьями, ягодами рябины и боярышника, сухими хлебными крошками, луком, чесноком, несоленым салом и жиром, пшеном, овсомом, пшеницей, вкусными жаренными семечками подзолнечника, солью. Так, давайте. Так, первая команда у нас почти закончила, да? Закончили, молодцы, отлично. Так, все, проверяем, да? Смотрим, внимание, на экран. Можно нежаренными семенами подзолнечника, овсяными хлопьями, ягодами рябины и боярышника, сухими хлебными крошками, несоленым салом и жиром, пшеном, овзом и пшеницей. Нельзя. Это ржаным свежим хлебом, соленым салом, луком, чесноком, вкусными жаренными семенами подзолнечника. Почему я написала вкусными? Потому что жареные семена подзолнечника намного вкуснее для людей, а для птиц это не так полезно и не так вкусно для них. Так, молодцы, отлично. И я вам раздаю следующий приз. Ой, передаем. Все, спасибо. Следующий приз вы получили свой. Так, дальше теперь. Следующий вопрос. Смотрим на экран. А, еще с Олью, простите, я поспалась. Нельзя кормить. Какая птица может летать бесшумно благодаря своим перьям? Вариант ответ. Володь, ворона, соба, дятя. Соба. 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 Молодцы. Все вы правильно ответили. А всем хватило? Да. Нет, я вам все еще вот это вот. Извините, я. Но это тоже надо раздать ко второму вопросу. Это надо раздать ко второму вопросу. Молодцы. Так, и вы все верно, правильно ответили. И теперь я вам раздаю на третий вопрос ваш приз. Молодцы, отлично. У вас все отлично получается. Следующий вопрос смотрим. Еще одного. А, еще одного? Вот же мы. А, все-таки вы не знаете. Так, какой материал из перечисленных разлагается быстрее всего? О, пластик, тетропак, картон. 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 Конечно, правильно. Картон разлагается намного быстрее. И он более экологичный, намного экологичный для нашей с вами природы. И я вам раздаю следующий ваш приз. Давайте. Если мы успеем, сделаем две. По две раз, да? По две раз. Да. У нас время ограничено. Давайте. Мы с детьми-то все это делаем на большее время, поэтому выбирайте себе. Там есть елочки. Так дети у меня вырезают самостоятельно. То есть они там и какие-нибудь... У них и сновиковики могут быть и так далее. То есть обычно на зимнюю тематику, раз уж мы делаем течку. Все, молодцы, отлично. Теперь мы начинаем к нашему... Приступаем к нашему мастер-классу, который мы будем делать в эко-кормушке. У вас на столах такие ингредиенты расставлены. Теперь вы для начала проденьте, пожалуйста, веревочки в ваши будущие кормушки. Так, отлично. Молодцы. Давайте я поставлю музыку, чтобы у нас был такой настрой приятный. Так, завязываем обязательно. Можно так, а можно так. Ну нет, чтобы можно было подвесить. Они, наверное, так упадут. И можно вот так, да. Можно так завязать, чтобы на дерево подвесить можно было. Можно каждому. Могу еще раз дать ниточки. Так, вот, пожалуйста, мы. Еще ниточки. Можно, да, так. Такие кормушки можно делать с двух сторон. То есть они будут двойные. Так, молодцы. Следующее. Вот такие ингредиенты у вас есть. Зерна, семена подсолнечника, рябину. Мы все смешиваем в наши мисочки, которые у вас представлены. Так, желатин мы уже, я вам уже залила, приготовила, так как у нас времени ограничено, чтобы он уже набух. Поэтому с детьми-то они сами все это делают. А тут давайте, чтобы у нас все получилось. А, отлично. Так, смешиваем все в виде семян и рябины. Так, смешиваем все в виде семян. Есть ложечки, вы аккуратно. Желатин, получается, он уже застывший такой, как, соскрябываете и добавляете. И потом мы водичкой чуть-чуть размешаем. Может, даже и так получится. Размешайте, пожалуйста, ложечкой. Так. Давайте, давайте начнем с этими колодичками. Вот я переживала, конечно, очень тяжело. Так, у вас отлично получается. Так, еще можно там уйти водички? Вам? А какую консистенцию можно поставить? Чтобы смешать, у вас вот отлично. Можете, да. Прям хорошенько все замешиваете, заливаете все свои семена. Еще добавить. Ну, нет, они зубают. У вас вообще отлично можете заливать, ничего страшного. А вы помните, вот, вот этим вот? Да, вот за тобой. О, отлично. У нас Валерия, у Валерия отлично получается. Все отлично заливаете, хорошенько перемешивая. Берем свои картонные досточки назовем их. И аккуратно накладываем нашу с вами получившуюся консистенцию. Да, отлично. Отлично, теперь мы вот так Валерия накладываем нашу. А он прилипнет? Да, конечно. Да, молодцы. А сколько по времени нужно, чтобы он прилипнет? Он прилипнет за... Уже, вот, мы уже уйдем отсюда, он уже будет, а не будет. Поэтому... Ну, два часа лучше выдержать. Лучше выдержать. Да, 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 обязательно. Красиво раскладываем по своим формочкам. Какие бы у меня молодцы, стараются. Прям приятно. Да, ничего страшного, какая разница. Птичкам без разницы, с какой стороны есть, поэтому разницы нет. Да, да, да. Да, да. Молодцы. 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 Сейчас я тебе помогу. Здорово у вас получается. Отлично. Так, у нас даже есть отлично. Это неизвестно. Здесь сделала я. Какая молодец. Вот это кому? Это ж отдатвал. Зато сядут на одну кормушку, как поедят. А их, наверное, нужно иду на вторую. Конечно, конечно, да. Одна сторона засыпать получается, потом можно заново замешивать смесь и на вторую сторону. Конечно. Такие кормушки я сама делаю со своими детьми. Ну, со своими. Вне занятия. То есть это для них очень интересно. Они прям с таким удовольствием. Молодцы. Так. Почти запорчили, да? Такие готовые кормушки у нас получаются. У всех? У всех все получилось. У всех все получилось. Отлично. Эти кормушки мы с детьми делали. Молодцы. Спасибо вам большое. Если вот салфеточки возьмите и свои руки вытяните. Такие кормушки, как я повторюсь, можно делать с детьми, с семьей, как досуг семейный. Это не только в естественно научной направленности можно сделать, но и, я считаю, в любом другом направлении. Так как эти знания не только же нужны, кто изучает экологию и так далее, но еще и вообще у детей прививать любовь к природе, к животным, забота о животных. То есть это все у них развивается. И они уже могут знать то, что можно сделать хорошие, своими руками экологичные эко-кормушки. Поэтому мы уже в нашем центре Парус уже много лет делаем. По-моему, с 2017 года мы занимаемся только такие кормушки. Мы сейчас не делаем ни деревянные, мы проводим большие мероприятия для наших жителей. Они сами развешивают эти кормушки. Ну, мы, конечно же, готовы для нас. Поэтому я поделилась с вами своим занятием, как я провожу с детьми вот такое вот занятие. Для вас показала вот такой небольшой мастер-класс по эко-кормушкам. Сейчас я бы хотела услышать от вас ваше мнение, понравилось ли вам, будете ли вы использовать такое занятие на своих занятиях. Поэтому мне было бы очень приятно, если вы выскажетесь. Хочется использовать какие-то занятия, ну и, как сказать, в личное время. Да, да. Спасибо. Ну, такой способ, да, я с ним не делаю. Да? Интересно. Да. И не требует больших вложений. Все это подручные средства. И совершенно они ничего не стоят. Я с вами согласна. Это на самом деле так. Рябина у нас растет практически везде. Зерна, пшено, то есть нежаренные семена подсолнечника, они вообще копейки стоят. Поэтому спасибо большое. Мне было очень приятно с вами работать с коллегами. Спасибо большое. Спасибо большое. Так, уважаемые ребятки, не расслабляйтесь. Сейчас одеваемся и пойдем вешать кормушки. Хорошо. С удовольствием. Так что... А, еще, пожалуйста, я вам приготовила небольшие буклетики, как памятки. Рецепт там, если с другими поделиться. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Может, вам сюда? Пожалуйста, тоже возьмите. Спасибо большое. Ну и нашему уважаемому жюри, мы тоже с детишками, которые сделали вот на фотографиях. Ой. Мы вам тоже приготовили небольшие. Спасибо. Спасибо. Да, со своими детишками. Спасибо. Тоже повесите. Спасибо. Спасибо.